Здравствуйте, меня зовут Антон Петрович. Сегодня четверг, 16 мая, и у нас на связи востоковед-конфликтолог Арсен Каратян. Арсен, рад вас приветствовать. Я тоже рад, здравствуйте. Всем спешу напомнить о том, что сейчас редакция Али Кру переживает процесс трансформации. Мы потихоньку двигаемся в сторону лава медиа, и поэтому сейчас нам очень необходима ваша помощь. Сделать это просто. Ссылка в первом комментарии. Проходите, подписывайтесь, делайте небольшой взнос с помощью независимой журналистики. Если нет возможности помочь финансово, то все гораздо проще. Можно поделиться ссылкой на это видео, можно поставить лайк. Так информация будет множиться, так максимальное количество людей сможет послушать то, о чем мы говорим, и сможет принять участие в обсуждении. Для этого есть комментарии. Простые действия. Поделиться ссылкой, поставить лайк, оформить подписку, если вы этого еще не сделали, ну и оставить свой комментарий. Неважно, согласны вы с тем, что здесь говорится или не согласны. Нам интересно знать ваше мнение. Давайте переходить к сегодняшним темам. Я напоминаю, что мы говорим о регионе Южный Кавказ. И сегодня, наверное, большая часть разговора будет посвящена центральной части этого региона. Центральной, прежде всего, географически. Это стране Армения, в которой в столице уже неделю продолжаются массовые акции протеста. Акции были вызваны началом делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Я напомню, что в прошлый четверг у нас была трансляция с первой акцией, которая прошла на площади республики. Но вот в течение всей недели в Ереване проходили акции неповиновения. Люди перекрывали улицы, полиция задерживала протестующих. Единственный момент, который еще необходимо напомнить, то, что инициирует акция общественное движение Тавуш во имя Родины, которая возглавляет архиепископ Баграт Галстанян. Арсен, ну, конечно, хочется ваше видение вот этой недели с точки зрения протестной активности вашу оценку услышать. Ну, мы с вами, как вы и сказали, обсуждали уже эту тему в тот же день, когда, в общем-то, Галстанян и его соратники дошли до Еревана, сделали большую демонстрацию довольно-таки, вы были на месте, покрывали этот процесс сами. Сами, так же, как и ожидалось, на самом деле, самая важная тема, центральная тема была и остается, наверное, политический текст, который это движение, в общем-то, должна была или пока еще должна сформулировать. Если посмотреть на первый день акции, где было больше 30 тысяч человек, а это довольно-таки весомая акция, то не только для Еревана, наверное, тех не было, да, как бы. Понятно, что есть определенное количество людей, которым, конечно, не нравится то, что происходит с точки зрения политики Пашиньяна, с точки зрения властей Армении и все остальное. Я думаю, что просто оказалось, что таких, скажем так, и тактических, и стратегических действий этого движения не было сформулировано до того, как она начиналась. Как мы помним, или как, может быть, те, которые сидят за этим процессом, видели то, что было сказано в первый день, там, мы даем час, чтобы эта власть ушла, потом еще какое-то время, потом будем покрывать улицы, закрывать улицы, блокировать улицы. Все это происходит за предыдущую неделю, как вы видите, и сегодня, и сейчас, пока мы разговариваем. Но не оказалось, разговор еще шел о том, что попробуем дойти до импичмента через парламент. Вроде бы парламентские силы этот процесс пока еще официально или открыто не поддерживают, или если даже поддерживают, симпатизируют, скажем так, появляются на акциях, но они на себя не берут политическую ответственность. Нету, в принципе, политического лидера, кроме именно Галастаняна, что означает, что, в принципе, этот процесс пока еще останется, и по всей вероятности просто останется на каком-то уровне процессов, но не станет таким долгоиграющим процессом. Думаете, все-таки не станет. Я почему хочу сделать это уточнение, потому что за эту неделю я встречался с разными жителями Еревана старшего возраста, но так получилось, и, знаете, слышал там оценки, начиная, например, там, пожилая доктор говорила, что, конечно, давно этого нашего надо убрать, и вообще он наполовину тура. Там, я не знаю, парикмахер, у которого я стригся, долго-долго мне рассказывал о том, какой сильный и хороший был глава государства Роберт Кочерян, который бы никогда такого не допустил. Накануне, вы знаете, вышли данные Гэллоп, да, опроса. Согласно этим данным, там что-то около 28% только поддерживает сейчас Никол Пашиняна, остальные высказываются либо против, либо крайне против. При этом большая часть опрошенных не видит никого на его месте, кто бы мог заменить сейчас, стать лидером правительства, там, или лидером правящей партии. Мне кажется, что дают эффект эти акции. Согласитесь со мной или нет, Арсаль? Ну, я не знаю. Я уверен, что есть довольно-таки немало людей в стране, которым не нравится многое, что происходит. Могут быть против, но есть еще и довольно-таки большая апатичная масса людей, которые, в принципе, не хотят ни тех, ни других. Это более, по-моему, доминирует, вот, скажем так, такая... У меня опроса под рукой нет, чтобы ссылаться на именно какие-то цифры, но впечатление у меня такое, что вот, да, понятно, что многим не нравится политика, может, не нравится политика Пашиняна, но нету такого масштабного движения против него, связывая свои, скажем так, надежды с теми политическими силами, которые существуют или видны на сегодняшний день. Не уверен, что Кочарян имеет такую базу, практически уверен, что у него нету такой базы, люди еще и помнят, что было при Кочаряне в том числе. Ну, а, как бы, выходит, получается так, что, с одной стороны, есть так называемые бывшие власти, которые, в принципе, которых видно за какими-то процессами, ну, и финансирование есть какое-то, по всей вероятности всего этого, что происходит оттуда и все остальное, и нынешней, новой силы как таковой на сегодняшний день нет. Я думаю, что армянское население или граждане Армении более, в принципе, думают о том, что было бы лучше увидеть каких-то новых сил, чем оставаться в этом цикле между бывшими и нынешними. Как быстро это может произойти, я не уверен, но и какая-то стагнация, по всей вероятности, будет происходить после того, как, если и как, когда утехнамидятся эти процессы. Давайте, наверное, пройдемся по некоторым участникам этого процесса, но, в частности, конечно, лицо протеста – это архиепископ Баграт Галстанян. Что это за человек, по вашим оценкам, с вашей точки зрения? Ну, вот такая небольшая визитка Баграта от Арсена Харатяна. Я его знаю персонально, и я к нему отношусь позитивно. Я следил за тем, как он, кстати, очень образованный человек, учился еще и в Лондоне, кстати. И когда он был в Канаде, там почти 10 лет проработал, можно сказать, что общины армянские в разных странах, они очень разношерстные. Есть люди, которые отовсюду, да, из Ближнего Востока, начиная с Ливана, с Иерусалима до Армении, до Ирана и все остальное, да, Египет. Он довольно-таки многое сделал, пока был архиепископом, или епископом пока еще тогда там. С другой стороны, ну и потом, конечно, когда приехал обратно в Армению, служил именно в Тавушевской области, где тоже активно. Он активный человек, есть харизма, и понятно, что у человека есть свои амбиции, какими бы они ни были. Я не думаю, что он, или не знаю, точно не могу сказать, затем лучше ответить на этот вопрос, хочет именно политически стать новым лидером Армении и страны. Но если он это хочет делать, по всей вероятности... Хотя пока он публично заявляет, что не претендует на некую публичную власть. И предлагает, чтобы, если есть какие-либо лидеры, которые хотят брать власть, пусть приходят, пусть берут и пусть пробуют делать это сами. Ну, факт в том, что он еще и активно вовлекался во многие процессы, не только сейчас, я имею в виду гражданско-политические процессы. Его можно было увидеть в 2015 году, когда происходили процессы, которые получили название «Электрикереван». Он был с протестующими на улицах. Он был активно вовлечен в процессы в Арцахе. И до войны, и во время войны. И даже после этого, пока там было армянское население, он говорил о том, что я был бы рад, если бы меня назначили бы архиепископом там. Как бы он всегда... Его было видно везде, скажем так, на фронте борьбы. На Береднем крае, да? На Береднем крае, да. Так что он не новый человек в этом смысле. И у него есть идеи, с какими-то можно согласиться, с какими-то не соглашаться. Факт в том, что он стал в какой-то момент самым слышимым голосом всего этого. Ну и, конечно, свою оппозиционную, скажем так, позицию он не только сейчас начал проявлять. Он говорил на митингах до этого. И в том числе и с Робертом Кучаряном, и с другими нынешними оппозиционерами. В общем-то, фигура значимая. Нужно понять, насколько в самой церкви, в армянской апостольской церкви, в Ачмиадине, ему симпатизируют и кто. Это тоже другой длинный разговор. Ну и, конечно, за последнюю неделю столько всего было сказано и про него персонально, и, в общем-то, про церковь как таковой. Я думаю, что вот это могло бы быть процессом самоочищения для церкви как институции, конечно, которая очень серьезная, которая имеет самую длинную, скажем так, историю как институт для армянского народа, для истории Армении. И это надо знать, это надо ценить. Тут очень хрупкая тема. И, конечно, открываются, скажем так, разбиваются табу какие-то, которые до этого существовали. Получается так, что вот если вы заходите прямо в политику, то тогда ожидайте, что к вам будут подходить к политикам как таковой. То, что было очень многое напечатано, сказано и про Голосстаняна, и про церковь как таковой, это было по всей вероятности ожидаемо, имея в виду то, что, в принципе, мы видим, что в первый раз за историю Армении, за, я имею в виду, последние 35 лет, скажем так, или 30 лет, церковь прямо, открыто заходит в политику. Что теоретически можно описать, как в истории Армении мы знаем, что церковь активизировалась всегда, когда государство было слабое. Ей можно гипотетически говорить об этом. Но и с другой стороны, по всей вероятности, мало осталось слышимых голосов, и святое место пустое не бывает. И как бы вот эту нишу занимает хотя бы на этот момент именно не церковь как таковой, но и, скажем так, именно этот архиепископ, у которого есть те, которые импонируют ему, есть те, которые в оппозиции внутри церкви, я уверен в этом в том числе. Еще один участник нынешних акций протеста, а точнее это не персона, а целая организация, в СМИ, которые поддерживают движение того же военно-родины, все время подчеркивается, что к движению присоединился национальный демократический полюс. Опять же, справочно. Что это за организация? Что о ней нужно знать? Ну, про них мы говорили с вами, я не помню, когда именно, но это организация, которая, в общем-то, можно сказать, наследник Сосна ЦРЭР, той же организации, которой в 2016 году в июле взяли полицейский участок. Тогда тоже аргументация была о том, что вот Серж Саркисиан, тогдашний президент, хочет отдавать территории, там Карабахская тема фигурировала в том числе. Было много спекуляций, они две недели держали полицейский участок в центре Еревана. Это, в принципе, если неформально, формально власти даже не называли это террористическим актом, имея в виду, что, в общем-то, это может иметь огласку с точки зрения международных отношений и что в Армении появляется фактор терроризма. Но, ну, как бы понятно, что брали полицейский участок оружия, да, там об этом, ну, знают все те, которые сидят за Арменией. В этот период это был самый такой важный, скажем так, процесс в стране. Можно сказать, что вот такая более, ну, правая националистическая сила, которая имеет свои представления о том, как, в общем-то, надо развиваться, они имеют какую-то популярность не только в Армении, но и в диаспоре, имеют, ну, пробуют создавать какой-то нетворк, скажем так, сеть, не только в стране, но и, скажем так, во всеармянской тематике. Там есть и ветераны Карабахской войны с Первой Карабахской войны. Ну, и они еще и фигурировали месяц назад, и мы об этом с вами говорили, когда несколько активистов поехали в Тавуш, когда вся эта тема делимитации начиналась, и пробовали, в принципе, в общем-то, приостановить процесс прайсингом. И один из, ну, был арестован еще и человек, который появился возле подсельского участка в Ереване, который был арестован. В общем-то, можно сказать, что это, ну, как я описал, такая правосторонняя, с точки зрения политической идеологии, националистическая группа людей. Как вы относитесь к обвинениям уже со стороны СМИ, которые поддерживают Николу Пашиняна в адрес протестующих, что, ну, как минимум, руководство протеста так или иначе аффилировано с российской властью? Ну, смотрите, в принципе, кроме Галастаняна, там можно увидеть несколько игроков. Один из них, типа, от парламента из партии Дашнак Свитюн, который сам из этого региона. Как я понимаю, с точки зрения, скажем так, публичного слова и, скажем так, лидерства всего этого, ну, мало кто выходит открыто из политиков и из активных людей. Аффилиация, конечно, можно говорить, что есть аффилиация и с российской политикой, и с российскими идеями, но есть еще и объективная часть того, что, ну, определенное количество людей и тех, которые живут из того, что не только родом, но и живут сейчас, есть у них объективные вопросы, на которых ответов нет. Спекуляция о том, что это, конечно, пророссийский процесс, выходит еще из-за того, что, как вы знаете, российские пограничники, российские войска выходят из тех районов, где они появились после 44-х дневной войны, из аэропорта Звардноц. И тот факт, что между Арменией и Азербайджаном, в принципе, начался пока еще частичный процесс делимитации, стал еще и аргументацией для того, чтобы русских тут не было. И в этом смысле понятно, что такой процесс не нужен России, потому что из-за этого они выходят. Но они выходят так или иначе уже. И если бы им анализировать, скажем так, властный нарратив, скажем так, нарратив власти об этом, они, конечно, давят на это. Но не надо забывать, что есть объективно оппозиционно настроенное население в стране, которое не согласно и тут не про геополитику или влияние России. То, о чем мы говорили, та же организация, которая хотя бы открыта или формально, они себя позиционируют как прозападные силы и, в общем-то, не раз выступали против России. Но сейчас можно долго говорить, и об этом много очень спекуляций в Армении, что вот именно те, которые громче всего говорят против России, и они, в принципе, именно за Россию, потому что таким образом дают возможность российскому влиянию силой приходить в страну и все такое. Но нужно смотреть на то, как себя ведут те или иные группы и люди, и какие у них есть нарративы, и, в общем-то, вставлять это в контекст и рассматривать, что они на самом деле делают и что они говорят. В этом случае, еще раз говорю, есть, конечно, ну, абсолютно, есть люди, которые открыто пророссийские настроены. Тот же Роберт Кочарян это заявлял не раз, хотя его формально не было видно, но из его партии, из его кругов было немало народу там на улицах, как вы видели. Так что такая аффилиация, конечно, есть. Я почему еще спрашивал об этом, потому что тут же можем мы делать косвенные выводы, исходя из риторики российской пропаганды, которая сейчас говорит о том, что в Грузии митингуют наймиты НАТО и США, а в Армении митингуют люди, которые поднялись на борьбу за свои права. Такая риторика звучит сейчас в российской пропаганде. К этому мы еще вернемся и вернемся к тем темам, которые вы сейчас затронули в своем ответе. Но прежде еще буквально один вопрос по поводу протестов. Как вы сказали, да, официально требования не оформлены, но тем не менее во время протестов, во время акций на той же площади республики, в общении с журналистами, некие требования Баграт Костанян все-таки выдвинул. Понятно, это импичмент и уход в отставку Никол Пашиняна. И второй пункт – создание некого переходного правительства. Третий пункт, как вот я условно его для себя обозначил, но и не только я, что новым главой республики, премьер-министром должен стать человек не из нынешних и не из прошлых. Ну, то есть, как бы слова не прозвучали, но можно между строк прочитать, что вообще предлагается некая иллюстрация в этом смысле. Вот по поводу этих требований, вообще, насколько они реальны и объективны, Арсен? Ну, я не знаю и не уверен. В принципе, с точки зрения, скажем так, политических доводов, конечно, понятно, что должно было прозвучать то, что вот факт того, что происходит в Тавушском регионе, и, в общем-то, о многом можно говорить и про ошибки, и про другие темы, которые волнуют людей в Армении. Это, в первую очередь, безопасность, понятно, что, и, в общем-то, ничего не менялось пока. Эти требования прозвучали, но я не вижу реальных предпосылок того, что вот есть, скажем так, конституционный кризис или политический кризис на том уровне в стране, где такая трансформация может произойти. В парламенте, ну, скажем так, да, если парламентская оппозиция сегодня, скажем так, отказалась бы от своих мандатов, что бы произошло в этом случае, да, если вот смотреть формально конституционным путем, что возможно делать? У правящей партии до сих пор есть конституционное большинство, что означает, что они могут принимать законы. И, конечно, если оппозиция, скажем так, те два блока, которые сегодня существуют в парламенте, если бы они вышли делегитимизируя, скажем так, власть в парламенте, а Армения парламентская республика, то это могла бы создать какие-то, скажем так, проблемы для того, чтобы... Ну, как минимум предпосылки. Ну, и этого не происходит, да, как бы. Я бы начал говорить о том, что вот, может быть, политическая оппозиция имеет, наверное, в своем, скажем так, арсенале еще и тактику того, чтобы создать или создавать политический кризис в стране, чтобы что-то изменилось. Пока еще формально я таких процессов не вижу, соответственно, не могу сказать, что можно увидеть, скажем так, в ближайшем будущем какие-либо серьезные изменения в сторону изменений политических сил в стране. Накануне вечером буквально правительство Армении распространило информацию о том, что произошло очередное... Прошло очередное заседание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Было заявлено о том, что стороны сошлись на принятии карт Генштаба СССР от 1976 года. Было заявлено о новом этапе делимитации. Более того, было сказано о том, что, ну, азербайджанская сторона пошла, так условно я скажу, на некоторые уступки. Ну, в частности, 25 гектаров сельскохозяйственных земель отходят Армении. Граница от церкви, вокруг которой разгорались споры, отодвигается. Там есть решение по дороге, по собственности, значит, остается часть азербайджанских домов на территории Армении. Азербайджану отходят там только два или три дома, которые сейчас находятся на территории Армении. Ну, в общем, как бы информация подается так, что процесс двигается, и более того, процесс идет, ну, если не на равных, то, по крайней мере, вторая сторона относится с пониманием к проблемам, которые возникают. Как вы думаете, вот это может снизить градус напряженности, который сейчас есть в стране? Я думаю, что да. Та информация, которая была распространена вчера, она очень важная. И я думаю, что даже недели три назад я сам писал текст о том, что мы теряем, вот, идя этим путем. Сейчас какая-то сбалансированная ситуация, в общем-то, может произойти. И вот эта часть делимитации, которая происходит в первый раз между Арменией и Азербайджаном, может, в принципе, стать таким, условно говоря, сексессом, да, скажем так. Да, это удачно, может стать удачной темой. Я сам хотел бы съездить, и по всей вероятности поеду, посмотрю и поговорю с местными о том, что там происходит и как это происходит. На картах, если посмотреть, то, о чем вы говорите, это именно те части села Беркабер, которые очень близко от существующей, сейчас уже можно назвать, границей, с которого не могли пользоваться местные. Еще есть и договоренности о том, что не только церковь, но и та дорога, и маленький мост, который существует в Керанце, вы там бывали две недели назад, видели, о чем там речь, дается некоторое время, чтобы проездную дорогу построить. Какая будет физическая ситуация на месте, кто будет стоять с обоих сторон, это будут, скажем так, пограничники, и это означает, что в этой части армяно-азербайджанской уже делимитированные границы не будет эскалации, дай бог это так и произойдет. Так что да, может это снизить, скажем так, ситуацию внутри страны с точки зрения политических развитий, но и одновременно надо понять, какие будут следующие шаги. Тот факт, что констатируется карта 1976 года Генштаба России, это означает, что все остальное будет делаться по этой карте. Это та база, на которой будут продолжаться, скажем так, рабочие встречи между вице-примером Армении и вице-примером Азербайджана. Если это так, то это тоже надо просмотреть по всей линии контакта, которая существует сейчас, и что это будет означать в других регионах Армении и Азербайджана, кто будет отдавать что кому. В общем-то, процесс интересный, и, может быть, это пилотирование, это лимитация, скажем так, она, с одной стороны, может стать, скажем так, хорошей основой и базой для того, чтобы этот процесс на самом деле происходил конструктивным путем, но и если она не будет сохраняться, если что-либо будет меняться в будущем, это может стать еще и одной точкой серьезных проблем не только в отношениях между Арменией и Азербайджаном, но и внутри страны с точки зрения внутренней политики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил действующему председателю ОБСЕ, это глава МИД Мальты Ян Борг, упразднить Минскую группу организаций. Смотрите, что сказал Ильхам Алиев, армяно-азербайджанский конфликт уже остался в прошлом, и поэтому пришло время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты. Ну, далее там подчеркивается, что Азербайджан сам решил все свои территориальные проблемы без помощи этой группы. Вы согласитесь с оценкой президента Азербайджана, что эта группа уже утратила свою актуальность и как бы действительно нужно ее распустить? На самом деле Минская группа ОБСЕ как формат функционально не существует уже лет 3-4, скажем так, после Арабахской войны 2020 года. Насколько страны-участницы, ну и есть там сопредседательство, это Соединенные Штаты, Франция и Россия, плюс, конечно, Минская конференция, где 11 стран, где и Турция вовлечена, и несколько других стран. Насколько она нужна сейчас, я не могу сказать. Факт в том, что она не функционирует как таковой, не только из-за того, что, в общем-то, есть новая ситуация, конечно, это надо иметь в виду, но из-за того, что стороны, которые были вовлечены с мандатом сопредседателя, имеют очень много разных других проблем между собой. Россия с Америкой не разговаривает ни в каком формате. Я просто напомню, что долгое время, во время кризиса между Западом и Россией, Минская группа ОБСЕ считалась одним из тех уникальных площадок, где Россия и Америка, в общем-то, разговаривали и попробовали решать вопросы. Тут не только об этом речи нет, тут, в принципе, речи нет и в других направлениях, где были институциональные формы общения между странами. Так что я думаю, что очень многое зависит от того, какая политика у Еревана по поводу Минской группы. Этого тоже не слышно. Были случаи, когда вот тот же мальтийский министр иностранных дел был в Ереване, и, в принципе, про Минскую группу ОБСЕ тут тоже активно никто не говорил. Так что я не знаю формально, в общем-то, что произойдет с этой группой, и что будут об этом говорить те страны-участницы, которые были вовлечены, потому что это не председатель ОБСЕ решает упражнять. Ну, конечно, в конечном итоге понятно, что какая-то подпись там должна стоять, но, в общем-то, стороны, которые были вовлечены в этот процесс, должны дать свое добро. Так что понятно, и об этом Алиев не раз заявлял. Он и формально, и неформально говорил о том, что ее больше нет, не существует, она нефункциональная, так что, в принципе, надо убить эту, скажем так, структуру как таковую. Не структуру, а можно назвать ее контекст или формат более. Ну, я не знаю, еще раз говорю, насколько есть какие-либо надежды со стороны официального Еревана по этому поводу, но формально этой группы, в принципе, не существует. Новая, ну, нельзя группа сказать, направление в переговорном процессе. Это встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане. Эта встреча прошла на прошлой неделе. Ну, наверное, очень логично, что подробностей практически никаких. Это понятная история. Но, на ваш взгляд, есть ли будущее у этого формата? Или это была, в общем-то, по большому счету, ну, такая встреча? Раз пригласили, надо съездить, отметится, что вроде бы как обе стороны не против разговоров друг с другом. Что скажете, Арсен? Нет, ну, смотрите, тут речь не о формате. Формат, формат... Площадка, площадка, я прошу прощения за неправильный термин. Формат существует. Насколько он эффективен, это второй вопрос. Но он важный формат между министром иностранных дел. И я бы хотел видеть более активную работу по этому направлению. И я думаю, что с армянской стороны такой интерес есть. Как вы знаете, министры иностранных дел обсуждают или должны обсуждать именно текст будущего договора, мирного договора. Ну, к сожалению, не было совместного заявления после встречи. Я уверен, что армянская сторона хотела иметь такое заявление. С азербайджанской стороны не очень видно интерес иметь прогресс по этому направлению. Казахстан и Алма-Ата, конечно, были символичны. И армянская сторона в том числе и поэтому согласилась, по всей вероятности, поехать туда. Да, Алма-Атинская декларация, в общем-то, с армянской стороны пробуется сделать доминирующим фактором во всем разговоре, не только по делимитации, но и по остальным направлениям в том числе. И есть, конечно, интерес с армянской стороны вложить Алма-Атинскую декларацию еще и в текст мирного договора, будущего мирного договора. Еще раз говорю, тут еще и важно, насколько стороны на персональном уровне Министры иностранных дел могут или сумеют договориться. Я очень сильно надеюсь, что тут все-таки какие-то эффективные эффекты этого разговора тоже будут. Ну и, доканчивая, тема разблокирования коммуникаций, я сейчас не буду про слова говорить, то, что Азербайджан хочет назвать Зангизурским коридором, то чему Армения против? Армения открыта и хочет открыть, разблокировать эти коммуникации, но коридора не будет. Хотя бы армянская сторона против этого выступает. Но есть так называемый, как вы знаете, middle corridor, значит, между... Или как это по-русски, я сейчас не вспоминаю, но то, о чем говорится, что вот вся эта дорога, которая идет из Китая в Европу, может и пройти через Армению, и у Казахстана есть свои интересы в этом. Я практически уверен, что... Срединный путь, да-да-да. Срединный путь, да, извиняюсь, срединный путь. Я уверен, что там еще, кроме переговоров, двухдневных переговоров, которые происходили между делегациями Армении и Азербайджана, министр иностранных дел еще и, по-моему, либо ужинали, либо обедали и с министром иностранных дел Казахстана, являющимся примером этой страны в том числе. И я уверен, что с казахской стороны, кроме костеприимства, было еще и, наверное, предложена какая-то идея о том, как этот срединный путь может произойти, и насколько это важно для... вот и для них как важного среднеазиатского игрока, но и, скажем так, возможного моста, который Казахстан может стать именно с точки зрения транспортных инфраструктур. Уже двигаемся к финалу. Вы затронули тему вывода российских войск из приграничных областей Армении, но, тем не менее, пограничники на границе между Арменией, Ираном, и Арменией и Турцией, российские, остаются. Это стоит как расценивать, ну, как некий технический процесс, да, ну, что вот сейчас не выводят, но позже выведут. Или это некая уступка со стороны Армении, которая, ну, условно была там выдана во время встречи Никол Пашиняна и Путина в Москве 8 мая? Ну, я не знаю деталей разговора между Пашиняном и Турцией. Мало кто знает, да, просто ваш оценок. Да, ну, и не было, в принципе, в медийном пространстве ни в российской, ни в армянской детали каких-либо, да. Понятно, что там был серьезный разговор, и были какие-то, по всей вероятности, договоренности о процессе вывода войск, потому что это самое активное, что происходит на Южном Кавказе с точки зрения российского присутствия безопасного, с точки зрения безопасности. Ну, и одновременно еще и есть тот факт, что Армения, в принципе, уже не финансирует ОДКБ, надо было еще и, ну, я уверен, что там еще и превалировала тема евразийского, евразийских, в кооперации с точки зрения Евразийского экономического союза. Про Гюнг, ну, это было сказано еще и с Москвы, Галузин вчера выступал, до этого Песков говорил об этом, мы слышали Марию Захарову. Ну, понятно, что Россия как-то должна для себя тоже внутри сформулировать, что происходит в Армении, почему мы выходим отовсюду. Тут надо понять, что есть правовая договоренность, правовая политическая договоренность и база того, как, на каких базах, на каких основах российские войска пока еще, в принципе, существуют или сидят в Армении. Про Гюнгри это одно, 102-я российская база, это граница с Турцией, тут одна часть, чего не трогали, но и с точки зрения армяно-иранской границы, там тоже другая правовая, значит, политическая база. Выходит российский ФСБ, российское ФСБ, но и во всех частях Армении, где российские военные появились, а это произошло после 2020 года, где была надежда с российской стороны, что вот этот процесс, будущий процесс делимитации будет именно трехсторонний, где Россия будет играть роль, и в первичном, может быть, и в будущем физические российские пограничники могли бы стоять на некоторых, а их было шесть сначала, в пунктах, где Армения, Азербайджанская, скажем так, таможенная, паспортная контроль могла бы произойти, вот эти люди выходят сейчас, что означает, что этим еще и заканчивается роль России в процессе делимитации Армении и Азербайджана. Вот это самый важный факт. Если вы посмотрите все те официальные заявления, которые были сделаны из Москвы за последние несколько дней после, значит, визита Пашиняна в Москву, они об этом и говорят, что российские пограничники не выходят из Армении. Да, это именно так и подается, поэтому я об этом спрашиваю. Не выходят там, частично выходят, не выходят, но вот мы и остаемся. Выходит, ну, посмотрим, что останется из того, что есть. Факт в том, что, еще раз говорю, российское ФСБ выходит, и надежда на то, что Армена и Азербайджанская граница будет контролироваться в России, хотя бы на этот момент для Москвы, наверное, закончена. Последний вопрос на сегодня. В Грузии все-таки принят в третьем чтении закон об иноагентах, которые во время всего обсуждения этого закона, во время прохождения всех процедур называли практически калькой с российского закона, принят, несмотря на очень серьезные протесты, на массовые акции, там, по некоторым оценкам, до 100 тысяч человек доходило, и даже больше, но закон принял. Более того, последовала незамедлительная реакция со стороны Запада. США, если я не ошибаюсь, госсекретарь, говорит о том, что нужно свертывать программы финансовой помощи Грузии. Представители ЕС ставят под вопрос будущее членство Грузии в Европейском Союзе. НАТО ставит вопрос о том, что зачем нам такая страна, которая принимает антидемократические законы. Просто понять, Арсен, неужели парламент и глава правительства, зачем это делается? Ну, судя по всему, что происходит вокруг, это абсолютно пророссийская история. То есть что, получается, парламент и премьер пророссийски настроенные в Грузии люди? Ну, мы об этом с вами тоже говорили. Это долгий и длинный процесс уже. Я думаю, что власть идет ва-банк. Ну, не будет уже уступать по этой теме. Эта тема настолько, насколько она могла бы считаться технически, хотя понятно, что это политизированный закон, другим это не объяснить. Она стала темой, хотим мы или не хотим, вопросом между Западом и Россией, потому что смогли еще и протестующие добиться того, чтобы это так и происходило. Но и власти, в конце концов, 30 апреля был большой митинг именно властной партии, где тоже немало людей было. Они именно об этом и заявляли, что мы про ценности грузинские, мы про нашу традицию, в принципе, начали уже использовать риторику, в которой было слышно именно, скажем так, нарративы, которые поощряются Россией. Тут понятно еще и то, что вот мы дошли до этого уровня, назад не дадим. Я еще раз говорю, там еще и была тема того, что несколько неправительственных организаций стали такими масштабными и серьезными с точки зрения финансов, что имели очень серьезное влияние, и этим лимитируется и это. Но понятно, что это... Ну, все в сторону поставим с точки зрения демократии и прав человека в Грузии. Это большая проблема. Это серьезная проблема. Я уже получаю очень много звонков от грузинских коллег, которые вот не знают, что произойдет с ними, а этот закон войдет в силу уже в сентябре. Если, скажем так, то тут будут технические процессы, максимум через две недели президент должна либо одобрить, либо поставить вету на это. Президент, по всей вероятности, использует все это время и поставит вету. После этого закон может прийти обратно в парламент и пройти еще три чтения. И после этого, в общем-то, проходя мимо президента, спикер парламента может подписать, и это станет законом, который существует в стране. В среде организации гражданского общества в Грузии есть объективные, очень серьезные, скажем так, страхи. И я уже слышу о том, что люди приходят в Армению и открывают МПО здесь, чтобы иметь возможность продолжать свое действие или работу в стране. Не знаю, куда этот процесс пойдет, но для демократии на Южном Кавказе, для прав человека и для западного направления в этом регионе это, конечно, серьезная проблема и загвоздка, и она может стать и углубляться, и надо понять, что будет происходить в регионе в целом. Ну, то есть мы можем сделать вывод о том, что политически Кремль отыгрывает сейчас в регионе. Ну, я не буду говорить про весь регион. Посмотрим, что будет. Ну, понятно, что так или иначе, это же все региональное влияние. Понятно, конечно. Посмотрим, что будет происходить внутри Грузии. По всем возможным социологическим вопросам, 80% населения в Грузии настроено проевропейский и про западный, и посмотрим, как это будет влиять еще и на выборы в октябре, которые будут в Грузии. Это парламентские выборы. Ну, посмотрим, насколько деградирует ситуация до того. Хорошо, Арсен, спасибо вам большое за разговор. На связи у нас был Арсен Каратян, востоковед, конфликтолог. До встречи в следующий четверг. Спасибо вам. Я напоминаю, а точнее еще раз призываю всех делиться ссылкой на это видео, призываю участвовать в дискуссии, для этого есть раздел «Комментарии», и просто поставить лайк. Неважно, нравится вам или не нравится то, что здесь говорится, это просто такой способ помочь продвижению информации, включаются алгоритмы Ютуба. Если есть возможность помочь нам финансово, ссылка в первом комментарии на платформу Патреон, оформите небольшую подписку, мы вам будем очень благодарны. Ну и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали, если вы у нас впервые, у нас тут постоянно что-нибудь новенькое происходит, потому что мы рассказываем о жизни Армении и не только о жизни Армении на русском языке. Всем хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин